Дмитрий Матвеев работает по 10 часов в день. Сносить здание для него не в новинку. Сейчас вот демонтируют бывший лечебный корпус номер 5. Это не первый опыт, но, говорит, до сих пор есть страх высоты. Получается, сегодня четвертый день здесь. И все, мы уже, получается, завершили уже. Ждем сейчас кран, чтобы спускать и опустить меня на третий этаж. Здание опустело примерно в 2015 году. Чуть позже его хотели передать реабилитационному центру Рубаха. Даже начали реконструкцию, но процесс быстро остановился. В итоге строение стало очередной заброшкой. Интерес к нему проявляли только наркоманы, бездомные и мародеры. И вот в декабре прошлого года решили, что его будет лучше снести. Здание простояло почти 55 лет. Когда-то здесь были детская больница, роддом, потом отделение репродукции и гинекологии. А во время ремонта поликлиники «Солнечная» тут принимали ее пациентов. Но сколько бы пользы оно в свое время не принесло, нижнекамцы понимают. Став заброшенным, здание только портило вид. Многие ждали реконструкции. Там больница была, консультации, женские консультации, кажется, да? Помню, как не помню. У них же окна такие хорошие были, все сломали сейчас. Надо сделать какое-то другое что-то. Детская больница была давным-давно, когда старший сын рос. Почему-то забросили. На новые денежки есть. А старое ему разве не применение не могли найти, что ли? Но найти применение зданию действительно пытались. Здесь думали сделать общежитие для медицинских работников. Но недавно провели обследование. Состояние аварийное. Реконструкция не поможет. На сегодняшний день ведутся работы по демонтажу здания. Вопрос о строительстве какого-либо объекта на сегодняшний день открыт. Работы будут завершены до июня 2023 года. Анжелика Степанова, Рафаэль Рагипов, Илья Челноков. Новости НТР.